Воздержание. Я считаю, что поднятие этого вопроса очень важно в современных реалиях. Мужчины стали девочками, стали дрочить каждый день. Для них это не проблема, они смотрят порнографии, смотрят порнофильмы, и это уже вошло в обыденность. Я провел эксперимент. Я воздерживался на протяжении 60 дней, то есть двух месяцев. И в этом ролике я вам расскажу, что из этого получилось. Начинаем. Начну с предыстории. Почему же я сел на воздержание, и почему я считаю, что это хорошо? Вообще, я считаю, что порнография это недопустимость в мире, и мужчины, которые смотрят порнографию, это, в общем-то, сложно назвать мужчинами. Потому что порнография ломает мозг мужчины. Парень 20 лет может пересмотреть 10 видео с девушками за ночь, и его мозг будет осознавать, что он поимел их всех, поимел 10 девушек за ночь. Что вау, я такой крутой, я на самом деле классный, а на самом деле этот парень никто. И потом его в жизни ожидает очень большой крах, потому что его мозг не равен с реальностью. И реальность будет ломать его мозг. Понимаете, о чем я говорю? Это удовольствие, это дефамин, который достает от тебя по щелчку пальца. Ты взял, передернул, у тебя сразу всплеск дефамина. Просто он зашкаливает. А если вы перебарщиваетесь с дефамином, ваши рецепторы дефаминовые, они перестают быть настолько чувствительными. Вы перестаете получать настолько много кайфа от простой жизни. Она становится тлен, потому что эти дефаминовые рецепторы вы полностью разъебали дрочкой, сахаром и другими легкими удовольствиями. То есть вы можете прийти после школы, передернуть, вечером так же, и тем самым вы уничтожаете свой дефамин внутри организма. Вам хочется еще больше, больше, больше. Вы повышаете градус, смотрите другие жанры, а ваш дефаминовый я становится все меньше, слабее. Жизнь вам кажется серой, ненужной. Потому что что? Потому что проблема с дефамином. Все верно. И это непроизвольно ломает ваше сознание. Вы это не замечаете, но это ломает ваше сознание, будьте уверены. И после этого я решил сесть на воздержание и не собираюсь с него слазить. Сейчас я поделюсь своими впечатлениями о воздержании. Первое различие, которое я увидел, это чистота мышления. Первое полмесяца было сложно. Да, постоянно хотелось дрочить, постоянно были мысли об этом. Но через полмесяца, через 20 примерно дней, ты отходишь от этого. Потому что ты понимаешь, что тебе нельзя. Ты не будешь этого делать. У тебя мозг очищается. У тебя открывается чистота мышления. Я не знаю, как это описать действительно. Но ты как будто выходишь на совершенно другой уровень мышления. Тебе все проблемы, как бы, человеческие, там, не знаю, локоть, нокоть сломался, там, покорябался где-то. Или еще что-то больно на тренировке. Это становится просто как ничто. Это становится просто flat. Тебе неинтересно это. У тебя мозг как будто выходит совершенно на другой уровень мышления. Действительно. Это сложно описать. Но это действительно так. Ты как будто преисполняешься. Хотя, казалось бы, ты всего лишь отодвигаешься от мастурбации, от пронографии. Да? Ты чувствуешь, что ты действительно выше обычных людей, которые мастурбируют. Ты выше этих парней, которые ходят рядом с тобой. Ты понимаешь, что ты мощнее. Ты не как зверь. Ты не просто идешь на поводу инстинктов, захотел, вздрачнул. Ты выше этого. Ты можешь это контролировать. Ты не являешься заложником своей привычки. Как раз таки очень важный, еще один важный пункт, из-за чего я хотел бросить мастурбацию, так это привычка. Это вошло в мою привычку, это стало вредной привычкой. Действительно, нет ничего хорошего. После мастурбации ты чувствуешь себя опустошенным. Я не хотел это, мне это не нравилось. Я был зависим. И поэтому я решил бросить. Так вот, ты считаешь себя выше. Ты чувствуешь себя выше, потому что так и есть. Действительно, те люди, они дергают, а ты нет. Ты можешь это контролировать. Это важный плюс. Второе. Уменьшение стресса. Действительно это так. Казалось бы, да, ты типа нервничаешь. Некоторые парни говорят, типа, я нервничаю, пойду передрачну. Ни хера не так. Да, возможно, ты за секунду уберешь свой стресс. Но на самом деле, когда ты не занимаешься этим месяц, полтора, два, у тебя стресс просто уходит из своей жизни. Я не знаю, что действительно сейчас может вызвать у меня стресс. Просто настолько вот эти вот стрессовые, как бы, опять-таки, элементы ушли из моей жизни. Из-за чего я волновался раньше очень сильно. Сейчас для меня, как бы, средний уровень. Я совершенно, как бы, никак не дрожу по этим вещам. Это очень круто. Ты чувствуешь себя, опять-таки, более стабильным, более мужественным за счет того, что ты более стрессоустойчивый. И в нашей жизни стрессоустойчивость это очень важно. И это плюсовое качество. Далее, третий пункт. Из-за того, что сперматозоиды остаются у меня в теле, это как бы протеин. Понимаете? На тренировках я начал поднимать больше веса. Пример. Жим лежа. До воздержания у меня был 75, сейчас я жму 95. Это просто феноменальные результаты. Я согласен, я очень сильно начал работать на тренировках именно на жим лежа. Но в любом случае это дает сильную энергию. Потому что твой организм не тратит энергию на вырабатывание постоянной спермы. Вы понимаете, что каждый раз после того, как вы подрочили, вашему организму нужно произвести новую сперму, чтобы, по идее, вы произвели потомство. Вы понимаете, насколько это сложно? Насколько это сложный и энергозатратный процесс. Так вот, отказавшись от дрочки, моему организму больше не нужно это. Моему организму больше не нужно тратить энергию на это. И эту энергию я направляю в зал, я направляю на рост мышц, на то, чтобы повышать свои силовые. Это просто реально сильный результат. И я вижу результаты, и многие видят результаты, которые также начали со мной вот этот вот no-fap период. Друзья, это очень важно. И четвертый пункт, в связи со всеми этими пунктами у вас появляется мужская уверенность. Вы начинаете чувствовать себя действительно гораздо более уверенным. Стрессоустойчивость, независимость от других, повышение силовых на тренировке. Это все дает вам буст, и вы действительно чувствуете себя более мужественны. Многие отвечают, что после no-fap периода к ним тянутся женщины. Не из-за того, что типа у них бак наполнен, не думайте, что это так работает. Просто потому, что вы становитесь более мужественным. У вас дестостерон просто хлещет, у вас дефамин хлещет. Вы начинаете радоваться всему в жизни. И пятый завершающий пункт, это как раз таки дефамин. Вы начинаете радоваться от всех вещей в жизни. Ну то есть, условно, погулял с девушкой, да, если раньше это было, да, классно, теперь это вау. Если раньше ты там работаешь, да, ты получаешь результат, это классно, теперь это вау. И ты от всего в два, в три раза больше начинаешь получать удовольствие. Ты просто начинаешь наслаждаться жизнью. У тебя улыбка светится. Ты выходишь на улицу радостно и просыпаешься каждый день с улыбкой на глазах. Вы понимаете? Потому что ваши дефаминовые рецепторы через месяц, они начинают восстанавливаться. И как раз-таки где-то через полтора-два месяца, по исследованиям ученых, ваши дефаминовые рецепторы приходят где-то на 80% хотя бы в норму, да, если вы дрочили каждый день. И примерно сейчас, через два месяца ноуфапа, я ощущаю, что действительно я радую жизни. У меня не было такого, что я, конечно, был в депрессии, но я действительно начал больше это ощущать. Это очень круто. Опять-таки, я не говорю фанатеть, да, то есть я не говорю, что ноуфап, типа, не кончай, да, просто не дрочи, друг, просто перестань это делать, потому что это действительно грубит твою жизнь. Это никаких плюсов в этом нету, никаких просто привилегий в этом нету. В дрочке нет ничего хорошего, в сексе есть что-то хорошее, я не против секса с девушкой, потому что это обмен эмоций, действительно, там в две стороны идешь. Тут ты просто в никуда выхлёстываешь, их просто отдаешь, их в мусорку выкидываешь. Зачем? Сохрани их на что-то более ценное, брат, сохрани их на что-то более ценное. Пойми это, действительно, секс это нормально, но опять-таки, если не злоупотреблять, раз в неделю это норма. Но ноуфап это круто, это охуенно. Пиши, на какие темы ты хочешь еще увидеть видео. С вами был Скомарник, жду вас в комментариях, всем отвечу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok